Ям, привет! Привет, привет! Опа! Я опять показываю машину. Едем мы сейчас по овощи завхозу. Добрая, хабаровская, серая... Опа-на! День. Ямка. Сейчас не лучшее, конечно, время для съемки, но что поделать. Мы так живем и хотим вам это показывать. Я думаю, сейчас по всей территории России такое прикрывное состояние. Сегодня смотрели ролик про Краснодар. Смотрим и других блогеров тоже. Во всяким разным городам, крайне любопытно. И народ тоже там говорит, а у нас серое все, вообще серое. Все достало. Уже два месяца такое состояние, ужасная депрессия. Так что Хабаровск, в общем-то, действует как все города. Не, ну сейчас зато тепло. Зато тепло, да. У нас температура где-то от минус двух до плюс пяти даже бывает. Плюс пяти, да, бывает такое. Лужи, видите, не замерзает. Да, сразу не сердитесь строго, что у нас стекло грязное. Вы видите, что... Периодически протираем. Протирать. Вот сейчас мы езжаем на улицу Краснодарскую. Не знаю, здесь она начинается или нет. По овощи с обхозу. Да, но по нашим ощущениям она начинается здесь. Вот тут построили уже достаточно давно торговый центр. Как-то он вот не нашел свое место в жизни. А вот справа покажи сразу конечную остановку 13-го, скорее всего, да? Да, это 13-й. Раньше здесь останавливался еще 40-й, да, по-моему. Ну и сейчас, наверное, не едет. И сейчас он дальше не едет. А, дальше едет только 82-й, насколько я помню, да, Ореховой Сопки. Вот справа построили еще одно что-то. Тоже пытаются сдать в аренду. Еще одно что-то. Ну пока тоже, как бы... Ну хотя эти ребята недавно. А вот Красный торговый центр, он долго ищет своего хозяина. И что-то там пошло не так. Еще два года назад, да, его строили, по-моему? Да, вот это школа. Это школа, детский сад. Здесь, получается, до 4-го класса учатся и в детском садике. Да. Как ему близко показали. Немножко показал, может кому-то интересно. Школа, по-моему, номер 14 здесь. У нас иногда просят показывать школы. Школа, да? Да. Ну давай покажем. Нам надо вообще по школам отдельно. Ну не знаю, школ очень много. И как здесь быть просто... Вы напишите, какие школы показать. Те, кто просил, конкретно в каком районе. Потому что все-таки по всему городу, наверное, это будет трехчасовой ролик. Если мы все будем школы объезжать. Поэтому напишите, какие школы в каком районе вас интересуют. В этом районе, я могу так сказать, значит, если начинаются Ореховые Сопки, поскольку мы оттуда едем, там построили... Ой, мама! Там построили космическую школу. Пока еще ее вроде бы сдали, но не запустили. С 1 сентября начнет работать. В общем, она будет такая, вся из себя, понтовая. Ну, в общем, лицей звезды, по-моему. Так у нас любят. Да. Значит, сейчас мы ехали по дороге, проехали вот эту номер 14 начальную, детский сад. На Карла Маркса потом у нас будет первая школа, это 23-я. Потом, если в сторону авиагородка, там будет 41-я и 47-я. 47-я больше школа, 41-я чуть поменьше. Если в сторону центра до большой, то там еще большая школа, 80-я. Вот здесь жилой микрорайончик такой идет. По Краснодарскому. Именно Краснодарское. Здесь все Краснодарское. Да, Краснодарское. Причувствуется влияние Краснодара. Краснодаре. Яблоки растут, да? Сейчас будет по правой стороне больница. Кстати, кто лежал в этой больнице, ставьте лайк обязательно. Кто лежит? Кто лежит. И кого вылечили все-таки. Кто лежит, если можете, тоже ставьте лайк. Кстати, как это больница, первая или вторая? Это первая краевая. Первая краевая больница. Первая краевая. А вот по левую сторону здесь тоже построили. Многие знают, на самом деле, этот район, как район первой краевой больницы. А здесь у нас построили... Сейчас мы прочитаем. Кардиологические центры, да, все, что связано с сердечно-сосудистой хирургии. Все, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, здесь лечат. Что-то даже, по-моему, и бесплатное. Ну, это государственная тема, ее долго очень что-то строили, тяжело. И вот справа построили еще диализный центр. Ну, если уже здесь место такое, как говорится, рыбное, то... Сразу построили ее. Не, ну, с другой стороны, это верно, ты знаешь. Это правильно, да, люди едут в одно место. Если бы застроили здесь из-за... Или места под все, что связано. Вот здесь вот туберкулезная тоже клиника. А, о. По-моему, вот здесь туберкулезная взрослая, а вот на той стороне глубже за детской железной дорогой. О, детская железная дорога. Кто ездил на ней, хоть раз ставьте обязательно лайк. Вот все равно дождемся сегодня от вас лайк, наверное. Смотрите, этот паровозик, он раньше ездил, его вынесли теперь как памятник сюда. Будет погода получше, мы обязательно на ней прокатимся, на этой железной дороге и вам покажем. И расскажем по стоимости. Я, кстати, катался последний раз лет 30 назад, может быть. А ты дочку с сыном не катал? Нет, не катал. Ужас какой стыдопища. Ты до баловища, да. Ну, их катали на самом деле дедушка с бабушкой. Сейчас едем по улице Демьяна Бедного. Вот здесь вот новостройка такая. Построили здоровеннейший дом. Не знаю, как они будут продавать в нем квартиры. Квартиры очень дорогие, на наш взгляд. А вообще район практически не изменился у Демьяна Бедного. Он такой, одинаковый. Старый. У нас авария. Старые девятиэтажки, панельки. Ну и пару магазинов. В принципе, недалеко от центра. Достаточно неплохо. Как жилой район, он на самом деле до сих пор пользуется спросом. Эта школа 80-я. Вот, кстати, 80-я. Вот она. А, все. Мы увидели только твою голову. В общем-то, как всегда, когда с левой стороны. Ну, вот такие дела. На этом будем заканчивать обзор Краснодарской и Демьяна Бедного. Пишите ваши пожелания, какие еще чигиря снять. Всем пока. Возможно, мы еще снимем какие-нибудь сегодня чигиря. Всем пока-пока. Заходите на наш канал и смотрите Хабаровск вместе с нами. Опа.